Здравствуйте! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Это последнее предновогоднее видео в этом году. И я покажу вам последние свои готовые работы, процессы. Покажу вам того самого тигрулю, которого никак не могла довязать. Покажу вам очень интересную творческую покупку. Возможно и вам это тоже пригодится. А также поделюсь с вами очень простой, бюджетной, но при этом интересной идеей упаковки подарков. Ну а напоследок я с вами немножко поболтаю об уходящем годе и о предстоящем новом годе. В общем в этом видео будет много чего интересного. Я вам обещаю. Начну с процесса, который я не закончила в этом году. И вряд ли буду его довязывать в ближайшее время. Это мой несостоявшийся новогодний плед или накидка на кресло. Планировала я связать сначала наволочку новогоднюю на подушку, но потом оказалось, что мотивы для этой наволочки великоваты. Но мне так понравились эти новогодние мотивы, что я решила их не распускать, а продолжить вязать только уже не на наволочку, а на плед. Вернее на накидку на свое рукодельное кресло. И к моему большому сожалению и разочарованию эти мотивы для накидки не подойдут. У меня кресло небольшое, такое узковатое. И для того, чтобы сделать накидку из этих мотивов, для этого кресла, всего их нужно в ширину 3 штуки. Я прикинула, посмотрела, но совсем конечно это не смотрится. Четвертый мотив немного не вмещается, то есть подразумевается, что нужно будет делать широкую обвязку. Мне показалось, что это будет ну как-то совсем не то, чего бы я хотела. Если бы у меня кресло было чуть-чуть пошире, чтобы вмещалось хотя бы 4, а лучше 5 мотивов, то было бы просто замечательно. Подумывала связать плед. У нас спальное место большое. Сколько понадобится мотивов для него, я даже не считала. Изначально была у меня идея связать плед только из зеленых и красных мотивов. С белой снежинкой внутри и белой обвязкой. Да, это очень празднично, по-новогоднему, но для нашей комнаты слишком ярковато. Поэтому я решила связать еще мотив вот в такой бежевой рамочке и в мятной. В нашей комнате находится мой рукодельный уголок, а вы знаете, что он у меня в таких бежево-мятных цветах. И я решила, что буду комбинировать вот эти мотивы красные, зеленые, бежевые, мятные. Причем не в каком-то определенном порядке, а так, в разнобой. Идея неплохая, но только меня не оставляла мысль, какого же размера должен быть у меня плед. Потому что у нас диван-кровать, а это не двуспальное место, а как мне кажется, трехспальное. Да, очень широкий диван. Плед покрывало получилось бы очень большое. Меня, конечно, совершенно не пугает объем работы, потому что вязать мотивы из такой приятной пряжи, а это пряжа Ализе Коттон Голд. Мне очень понравилось. Так понравилось, что я даже не хочу эти мотивы распускать. Хотя от мысли пледа, по крайней мере для нашей комнаты, я решила все-таки отказаться. Я не представляю, как этот плед стирать. Наверное, только относить к химчистку, потому что в машинку, я думаю, совсем он не поместится. Я накрываю пледом, но он такой синтетический, тоненький, не знаю, как правильно сказать, плюшевый. Он не такой тяжелый по весу и не такой объемный, как мог бы получиться вот этот плед. Связать небольшой пледик, конечно, я могу, возможно, для дочки в комнату. В этом году я вязала уже ей небольшой плед, ей он очень нравится. И, возможно, свяжу такого же размера новогодний. Не знаю, понравится ли ей такая идея, но в любом случае, пока я все это отставляю и уже буду довязывать или не буду довязывать, все это решу в следующем году. Забыла сказать, что вот эти мотивы я вязала из пряжи Yernard Jeans. Она по метражу и составу очень похожая на Alize Cotton Gold, но Alize мне понравилась, конечно, больше. Пряжа помягче. У меня остались вот эти цвета, потому что в прошлом году я как раз и вязала накидку на свое рукодельное кресло. Есть видео на моем канале, если интересно, можете посмотреть. Там я как раз комбинировала бежевый и мятный, но там у меня плед более будничный. Конечно, я очень хотела связать себе какое-нибудь покрывало на кресло более новогоднее, но ничего страшного, придумаю что-нибудь другое. Нам можно было бы уменьшить мотивы, да? Например, связать мотивы размером такие же, как для наволочки, новогодней наволочки. Мастер-класс есть на моем канале. Но мне так понравились вот эти мотивы со снежинками, что про них никак не могу забыть. Конечно же, правильнее вязать то, что нужно, то, что будет использоваться. А в данном случае мне хочется вязать это, потому что просто хочется. Но это, конечно, не дело, поэтому я решила все-таки этот процесс пока отложить, хорошенько обдумать, продумать и, возможно, к следующему новому году что-нибудь решу. Ну а пока у меня появился еще один недовяз или долговяз. В общем, работа не закончена. А это следующее, что я вам покажу. И это готовая работа. Как вы думаете, что это? Это не коврик, это не салфетка, это не сидушка. Это просто полотно, которое я связала по кругу. Пряжа Ярнард джинс. Связала это полотно в качестве фотореквизита. Да, не удивляйтесь. Покажу вам поближе вязку. Нигде не смотрела, как это вяжется. Просто попробовала и стала вязать. Вязала по кругу полустолбиками с накидом. Только провязывала не под обе петельки, не под одну петельку. Захватывала за столбиком. Вот столбик, две петельки над ним. А я провязывала, пропускаю крючок вот здесь. И таким образом получается вот такая дорожка из косичек. Которая закручивается в спиральку. Связала полотно в таком пыльно-мятном цвете. И вот в таком. Только это пряжа не Yernart джинс, а Alize Cotton Gold Batik. Вот у меня остаток, этикетка. Сейчас вам скажу точно, что это за пряжа. Да, Alize Cotton Gold Batik. 100 грамм 330 метров. 55% хлопок, 45% акрил. И этот цвет номер, так, что-то у меня не сохранилось. Номер от цвета, а нет, номер 3300. Это все, что у меня осталось. Хотела полностью извязать, но такое большое полотно мне не нужно. Поэтому пришлось остановиться. Были, конечно, у меня сомнения по поводу этой расцветки. Хотя, по какой-то причине, такой моточек я купила вязать игрушку в такой расцветке. Но я даже прям не знаю, что можно было бы связать, да? А для того, чтобы связать полотно, подумала то, что нужно. Тем более, в таких природных цветах. Бежевый, коричневый, горчичный. Знаете, когда дошла до середины мотка, я подумала, а не зря ли я все это затеяла. Сначала мне казалось, что у меня полотно получается, как будто кто-то на него разлил чашку чая. Но когда вот эти переходы стали повторяться, мне стало напоминать это срез дерева. Можно красиво на этом полотне разложить элементы деревянные, шишечки, листики какие-нибудь. Если вы не понимаете, о чем я говорю, для чего все эти полотна для меня, я сделала фотографии на скорую руку, чтобы вам показать, как такое полотно смотрится на фотографиях. Конечно, не как главный предмет, а как фон. У меня, к сожалению, нет таких оттенков пряжи, например, вот такого светлого. Потому что, конечно, я хотела бы связать полотно в таком цвете. Слишком темное, возможно, мне хотелось еще связать такое темно-синее полотно, но такой пряжи у меня не было, Alize Cotton Gold в этом цвете. YarnArt джинс есть, но только по одному моточку, а одного моточка не хватит. На это полотно уходит около 100 грамм. Ну, конечно, остается остаточек. Размер полотна примерно 50 сантиметров. Я, конечно, не измеряла, вот ориентируюсь по этим салфеткам. По краям обвязала рачьим шагом. Можно это полотно использовать и с изнаночной стороны. Смотрится тоже вполне неплохо. Также вот эти полотна можно использовать, как сидушки на стул. Например, у нас на кухне стулья с кожаной сидушкой. Мне очень приятно сидеть на таком стуле, когда голые ноги. Поэтому периодически я покупаю и меняю сидушки на стул. Такие круглые. Так вот, зачем покупать, когда можно по такому же принципу связать. А если взять какой-нибудь тонкий хлопковый шнурок, можно связать такую декоративную салфетку. Или подставку, под тарелки, под горячее. В общем, множество применений может получить вот это полотно. Но в моем случае я вяжу не для практичности, не для хозяйства, не для уюта, а для фотографий. Я вам часто рассказываю, что из плюша я не очень люблю вязать. Но у меня есть несколько моточков этой пряжи. И я подумала, а почему бы мне не связать еще елочку. Пряжи мне хватило даже на две елочки. Небольшие. Не смотрите, что такие они плоские. Это елочки на пенопластовую форму. В прошлом году я вязала вот такие елочки. И на моем канале есть видео мастер-класс. Вот такие елочки с колпачком я вязала в прошлом году. Внутри пенопластовая форма. Вот такой конус, который можно купить в рукодельном магазине. Можно обойтись и без этого конуса. Скрутить из картона и склеить. Мне очень нравится, как смотрятся такие елочки в интерьере. Из такой же зеленой пряжи я вязала еще большую елочку. Покупала специально такой большой конус. Но очень мне хотелось что-то подобное связать. Между прочим, таким способом можно связать чехол на бутылку шампанского. Единственное в процессе вязания смотрите, где нужно побольше делать прибавок или поменьше. И разумеется связать елочку подлиннее. Из зеленой пряжи я не хотела вязать. Хотя тоже она у меня еще есть в остатках. Решила связать голубые елочки. Тоже смотрится очень нежно, красиво и по-новогоднему. Шапочку я не стала вязать, потому что просто не могла придумать, какого же цвета здесь подойдет шапочка. Для зеленой елочки я выбрала красный цвет. А здесь какой брать цвет не придумала. Да и к тому же у меня не такой большой запас пряжи плюшевой. Очень ограниченное количество цветов. Но потихоньку буду их извязывать, придумывать что-то. Но для шапочки ничего подходящего нет. Поэтому я просто связала помпончик и пришила его. Вот эта белая пушистая пряжа это кроха от Назар. Я вам уже ее показывала. Иногда использую для обвязки одежды, для Деда Мороза или какой-нибудь другой игрушки в зимней одежде. Дополнительно украсила вот такими снежинками-пуговками. Мне кажется, очень красиво смотрится. Вот эти две елочки связаны с одного мотка пряжи. Но по внешнему виду вы, наверное, заметили, что на одной елочке пряжа столбики смотрятся как-то поаккуратней. Пряжа более гладенькая. А здесь она какая-то спушеная. Взъерошенная. В начале этого года решила купить себе моталку для пряжи. Придумала себе занятие скрутить всю пряжу в одинаковые бобинки. В ход пошла и плюшевая. И та ниточка, которая была снаружи, она более гладкая. Не примялась, не потеряла форму. А та, которая была внутри, ну она стала какая-то лохматая. В общем, плохая это была затея. По крайней мере, с плюшевой пряжей. Заодно скажу вам, что это за пряжа, что это за цвет. Не знаю, как правильно название произносится, поэтому показываю вам этикетку. 100 грамм 68 метров. Очень толстая пряжа, я даже не знаю, для чего я ее купила. Цвет номер 19. Такие голубые елочки, или даже можно сказать мятные, ментоловые. Отлично смотрятся в моем рукодельном уголке. Такие елочки вяжутся очень быстро. Пряжа толстая, крючок большой, можно связать за час. Например, вы собираетесь в гости на Новый год и берете с собой бутылочку шампанского или чего-нибудь другого. Можно с помощью такого чехла красиво преподнести спиртное. И также красиво поставить на стол. Если у вас завалялась плюшевая пряжа, то можете воспользоваться такой идеей. Как это все делается, как это все вяжется, есть на моем канале видео. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим роликом. Я вспомнила, что у меня есть вот такой мишка. Тоже мятный. Посмотрите, пряжа очень похожа по цвету. И я как раз решила сделать небольшую фотосессию для этих елочек и с этим мишкой. Мишка связан спицами. По-моему, это пряжа софти. Но перед тем, как мы посмотрим с вами фотографии, хочу вам показать одну классную творческую покупку. Нет, мы не на улице. Дома. Но это снег. Посмотрите. Как настоящий. Только не холодный и не тает. Это искусственный снег. Мне очень нравится делать фотографии на улице. И сейчас, когда снега полным-полно, деревья белые, пушистые. Идеальный естественный фон, чтобы сделать новогодние фотографии игрушек. Но ходить на улицу, фотографировать, это не очень удобно. Во-первых, холодно. Во-вторых, какие-то предметы для съемки, штатив, подсветка. Все это с собой на улицу не взять. Но так в другой раз хочется сделать фотографии игрушек на снегу. И вот такой искусственный снег. Отличная альтернатива настоящему зимнему холодному снегу. Заказывала я на Валбересе. Пришел небольшой мешочек. Но достаточно много снега в итоге получилось. Для того, чтобы сделать фотографии игрушки, хватит. Давайте покажу вам его поближе. Снег пушистый. Как будто только-только выпал. Мне кажется, даже можно рассмотреть кристаллики снежинки. Не знаю, что это за материал. К сожалению, этикетку я не сохранила. Скорее всего, в наименовании товара указано, что это за материал. Честно скажу, я думала, что это будет крошка пенопласта. Но нет, это что-то другое. Больше напоминает полиэтилен. Такой разорванный. Очень довольна этой покупкой. Снег мне понравился. Выглядит как настоящий. Даже муж это отметил. Не придется мне покупать еще один пакет. Потому что вполне хватает одного мешочка. Вот я высыпала на стол. И у меня еще немножко в мешочке осталось. Снег мне понравился. Если вдруг у вас возник вопрос, как этот снег потом убирать, собирать. Все очень просто. Я руками его собрала обратно в пакетик. А остатки, которые никак не могла убрать руками, просто спылесосила. Снег не разлетается. Разумеется, если на него не дуть. И не прилипает к рукам. К игрушкам тоже не прилипает. Мишку со снега подняла. Отряхнула. И все. Ну а теперь очередь пришла к моему долгожданному тигренку. Да, никак я не могла собраться силами, чтобы его довязать. Наконец-то собрать. Вернее, он у меня уже был связан. Осталось только оформить. Но никак не шло у меня оформление. Не знаю, почему я так долго затянула с этим. Возможно, по каким-то своим эгоистическим соображениям мне не хотелось ни с кем им делиться. Конечно же, эта шутка нет. Я даже не знаю, как объяснить, какое придумать себе оправдание, почему я его никак не могла связать. Возможно, потому что мне не очень хотелось делать на него мастер-класс. Мастер-классов на тигрят полным-полном в ютубе. Поэтому я не спешила его довязывать. Потому что знала, что, скорее всего, снимать не буду. Как вы видите, он у меня длиннолапик. Длинные ручки, длинные ножки на суставчиках. Да, мой тигруля, собрат, лягушонку-кубаку и новогоднему оленю. Несколько раз я перевязывала туловище. Сначала у меня получался такой мужичок. Но потом все-таки решила переделать туловище и связать таким же образом, как у лягушонка и у оленя. Снизу туловище связала черной нитью, будто бы мой тигренок в таких шортиках. Полосочки я не вывязывала, вышивала. На туловище, на голове, на лапках. Мордочку оформила немножко по-другому. По сравнению с теми тиграми, мастер-класс которых есть на моем канале. Там тигр у меня в форме шарика. Здесь решила мордочку связать немножко по-другому. Сделала ротик. С ротиком тоже повозилась. Вроде бы такая маленькая деталь, а никак не могла придумать, каким цветом связать. Связала сначала оранжевым. Примерила не то. Связала черным. Не то. Связала вот таким белым. Вернее, это не чисто белый цвет. Он больше молочный. Вырезала из красного фетра язычок. Подложила, посмотрела. Нет, не смотрится. Подкрасила красным карандашом. Нет. В общем, оставила так. Большие круглые глазки с ресничками. Связаны и пришиты прови. Когда связала его, показала дочке, она мне сказала, а где же у него усы. Делать усы из лески, из ниточек я не стала. Поэтому вышила на мордочке черной швейной нитью. По-моему, это называются французские узелки. Я в вышивке совсем не сильна, поэтому могу ошибаться. Это когда на иголочку накручиваешь нить и пропускаешь в то же самое место, откуда выходила нить. По-моему, так и называются французские узелки. Таким же способом я оформляла мордочку когда-то для своих собачек. На мордочке вышила и черные полоски, и белые. Здесь у него такая пушистая грудка. И зеленый бантик очень смотрится под его зеленые глазки. Не поленилась и вывязала пальчики. Вязала точно так же, как в мастер-классе лягушонок квак. И для того, чтобы моя игрушка была новогодняя, первоначально я так и задумывала, чтобы это был у меня новогодний тигр, я обвязала манжеты белой пушистой пряжи. Это пряжа Ярнард Хэппи. Грудка тоже связана из этой пряжи. Нижние лапки выглядят вот так. Тоже с пушистой обвязкой. Из-за того, что я взяла нечисто белую пряжу, возможно на видео не очень видно, но цвет отличается. Перчатка связана более молочной пряже, а вот эта обвязка более белоснежная. Из-за этого перчатки смотрятся, как будто они немножко испачканы. Запылились. Не забыла я и про хвостик, на котором тоже вышила полосочки. Вот такой тигруля у меня получился. Но, как я вам обещала, обещала и вам, обещала и себе, что я этого тигрулю довяжу. И в своем последнем видео уходящего года его вам покажу. Вязала из пряжи Ярнард Джинс с крючком номер 125. Размером получился тигруля где-то 22-23 сантиметра. Мне в последнее время очень нравятся такие игрушки с болтающимися ножками, ручками. Очень здорово смотрятся они все вместе. Лягушонок-квак, новогодний олень и мой тигруля. Имени для него я не придумала. Вот совершенно не могу представить, как его можно назвать. Сейчас в видео называю его тигруля. А вот имя на ум никакое не пришло. Поэтому вы можете написать в комментариях. Если что, воспользуюсь вашим предложением. Еще раз повторюсь, что мастер-класс на этого тигра я не делала. Записи какие-то у меня есть. Но делать мастер-класс даже в формате PDF я, честно сказать, не очень хочу. Да и к тому же, наверняка вы уже навязали кучу разных тигров. Не думаю, что после нового года такой мастер-класс будет востребованным. Поэтому, скорее всего, этот тигруля будет только моим. И, между прочим, у меня такая мысль возникла. Связать еще каких-нибудь персонажей вот в таком же стиле. С длинными лапками. Есть у меня одна задумка. Постараюсь ее в следующем году выполнить. Кто это будет, я пока не скажу. Потому что, не знаю, получится или нет. Если игрушка получится, то, конечно же, вам все покажу и расскажу. Ну, а теперь поближе можно рассмотреть подарки. Сейчас даже не вспомню, что в каждом пакетике помогала мне оформлять дочка. Разрисовывала все эти снежинки, запаковывала, заклеивала. Да, и когда она упаковывала в эту бумагу, конечно же, закрепляла еще и с помощью скотча. А вот этот шнурок просто так, для красоты. Сама нарисовала рисунки, все подписала. Так что теперь у нас подарочки готовы. И я думаю, что в таком виде их будет намного интереснее открывать, смотреть. Это не то, что готовый подарочный пакетик, который открыл и видишь все содержимое. Нет, нужно будет все еще распаковать, открыть, посмотреть, пошелестеть этими бумажками. Но я думаю, что это самое интересное, когда получаешь подарок, его открывать. Это уже второй подарочек. На упаковке нарисовала вот такого симпатичного, наверное, пингвинчика. Еще один подарочек с подарочком. Елочка. И вроде бы ничего особенного в этом нет, но в то же время очень красиво, немножко по-детски. Но я считаю, что Новый год это тот праздник, который превращает всех нас немножко в детей. Все мы хотим получить подарки от Дедушки Мороза. А вот эта большая коробка, это не только новогодний подарок, но и свадебный. Представляете, у наших родителей в этом году 31 декабря юбилей. Золотая свадьба. 50 лет вместе. Как же это здорово. Этот подарок мы упаковали также в стиле новогодних подарков. Нарисовали снежинки и сердечки. Рисовала я. Дочь, конечно, мне забраковала моей снежинки. Но по мне тоже очень неплохо смотрится. Я думаю, что вы сначала не поняли, почему здесь и снежинки, и сердечки. Сердце как символ любви. И хорошо смотрится с красной атласной ленточкой. Что мы там подарили? Не скажу, потому что это видео выйдет раньше, чем Новый год. И мало ли, кто-нибудь из родственников посмотрит, узнает, что там. Поэтому пока поддержим интригу. Но на самом деле, не важно, что там у нас в подарочках. Моя цель была показать вам, как мы в этом году решили упаковать подарки. Очень просто, очень бюджетно и в то же время творчески. Иная цель. Играет музыка. Играет музыка. Смотрите продолжение в следующей серии. Для родных подарки приготовлены. Мы с мужем решили друг другу не дарить подарки, потому что главные подарки друг для друга это мы. Но я все же решила сделать себе небольшой подарочек. Заказала новые моточки пряжи. Из такой пряжи я еще не вязала и даже пока не придумала, что буду из нее вязать. Но посмотреть на нее вблизи, потрогать, подержать в руках мне очень хочется. Уверена, как только моточки будут у меня, обязательно что-нибудь придумаю. До нового года пряжа скорее всего не придет. Но ничего страшного. В любом случае 31, 1 и 2 вряд ли мне удастся что-то повязать. Этот год для меня по ощущениям был потяжелее, чем предыдущий. Более насыщенный какими-то событиями и более эмоциональный. Знаете, такой переживательный. Но я очень рада, что сейчас все мои родные и близкие живы и здоровы. Это самое главное. А все остальное пустяки и мелочи. В прошлом году я тоже снимала итоговое видео. И если честно, не помню, что именно в нем говорила. Подводила итоги, рассказывала планы на будущий год. Да, скорее всего я не все успела сделать в этом году, что планировала. Но я довольна тому, что у меня все-таки получилось сделать. И это немало. Сколько вышло у меня мастер-классов в этом году по сравнению с предыдущим? Больше или меньше? Не знаю, не считала. Я думаю, это не так важно, как то, что они все-таки были. И главное, что были они бесплатными. Если вы в течение года не успевали их посмотреть и повязать, то сейчас в новогодние каникулы как раз можете этим заняться. На канале во вкладочке плейлисты находите плейлист с названием Мастер-классы крючком или мастер-классы спицами. Открываете, смотрите и вяжете. Не могу не отметить одно главное событие на моем канале в этом году. Это награда от YouTube. Серебряная кнопка. Шла я к ней, или она ко мне, около двух лет. Признаюсь, до сих пор не нашла ей почетное место в комнате. Лежит упакованная у меня в шкафу. Я знала, что в этом году должна была получить свою кнопку. Разумеется, при условии, что буду так же работать, как и раньше. Я с радостью ее ждала, пока она ко мне ехала. Но при этом у меня, знаете, была еще и тревога. А не пропадет ли у меня желание продолжать вести свой канал, снимать видео, мастер-классы? Ведь следующая награда, а это золотая кнопка, космически далеко. И для такого канала, как мой, это практически нереально. Но нет, даже после получения кнопки, я продолжала и продолжаю снимать видео, мастер-классы. И это делаю не через силу, а с большим желанием и удовольствием. Особенно, когда вы пишете мне в комментариях слова благодарности, добрые пожелания. Это еще больше воодушевляет и вдохновляет снимать. Для вас интересные видео. Да, это непросто, честно скажу. Занимает кучу времени, которое я могла бы потратить на общение с семьей, на прогулки, встречи с друзьями, да и просто на вязание. Для меня творчество уже давно не хобби. Это работа, о которой я могла только мечтать. И которую очень-очень люблю. Планы. План один – вязать то, что мне нравится. Снимать видео для вас, вдохновлять и воодушевлять. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, бесконечного счастья, отличного настроения, неиссякаемого творческого вдохновения. Увидимся с вами уже в следующем году. С наступающим вас Новым Годом! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok